Душа материальна Душа, которыми подтверждается материализм. Там это должно быть лучшего известно. И следовательно, несмотря на все мои рассуждения, я должен признать, что душа есть нечто вещественное, или по крайней мере, что в вещественности имеют за себя сильнейшие основания. Вот самые сильные доказательства против нематериальности души. Мы живем под вечным страхом перед западной мыслью и западной литературой. И этот страх мешает нам думать, отнимает веру в собственное разумение. Между тем, причина распространения материализма лежит не в его силе, а в слабости философии, в упадке духовной деятельности, в потере всякого стремления к высшим интересам человека. Материалисты не занимаются опровержением философии ее взглядов на историю, природу и прочее. Они прямо и нахально говорят, что они знать не хотят никакой философии, никаких высших взглядов, что они подобными пустяками не занимаются. Они не занимаются. Они не производят себя ни от какой философии, а обрывают все связи с тем умственным, общественным, литературным развитием, которое им предшествовало. И еще их окружают. Все это им не нужно. Все это для них лишнее. Вот в чем их сила. Глава седьмая. Идея о Боге. Душа человека стремится к Богу. Один ученый решился произвести такого рода опыт, скажем, от себя весьма опасный и вредный, над своим единственным сыном. Сын ни с кем не имел сообщения, кроме своего отца. Уроки давались на чистом воздухе перед лицом явлений и предметов природы. До десяти лет мальчик не слыхал, не читал слово «Бог». Между тем, при незнании слова «Бог» у мальчика уже стало пробиваться религиозное чувство. Он думал найти то, чего смутно искал душой – в солнце. Солнце – это благодетельное светило, заходящее после своего дневного пути и снова восходящее, чтобы дарованием тепла оживотворить природу. Светило, в котором языческая древность видела высочайшее живое существо, сделалось предметом поклонения для мальчика. Каждое утро в хорошую погоду он таинственно выходил в сад, чтобы присутствовать при восходе дневного светила и выразить ему свои почтительные чувства. Отец стал догадываться. Однажды он подстерег своего сына в саду в ту минуту, когда маленький язычник, склоняясь на колени, с обращенными к небу очами, воздавал поклонение своему божеству и горячо ему молился. Отец объяснил ему тогда, что такое солнце, и сказал, что все эти звезды, раскинутые по бесконечному небу, – суть бесчисленные солнца. Это открытие разочаровало мальчика. Он не знал теперь, куда обращаться ему со своими мольбами и сердечными движениями. Чтобы утешить его, отец стал говорить ему о высочайшем уме у строителей Вселенной, творца и промыслителей мира, Боге. Таким воспитанием отец решил высочайший вопрос ученых своей страны. Он мог видеть, как человеческая природа, еще невинная и чистая, зовет Бога. И единого Бога, и будучи оставленным без всякой помощи в своем искании, ищет его в предметах окружающего чувственного мира, подобно предоставленному ходить своими путями язычнику. Да, душа человека по природе верующая, по природе христианка. Всеобщесть веры в Бога, как доказательство врожденности в человеке идеи о Боге. Если мы пройдем обитаемую нами землю по всем ее направлениям, побываем и в азиатских степях, и на месте жительства диких туземных племен Америки, на самом холодном севере, и в раскаленных песчаных пустынях внутренней Африки, то везде, где только мы найдем человеческое существо, хотя бы даже и в диком состоянии, взор его обращается к небу, везде, где только мыслит ум, хотя бы то находящийся на самой низкой ступени развития, ему уже присуща мысль о божестве. Везде, где только бьется человеческое сердце, оно содрогается или радостно трепещет, предчувствуя бытие вечного существа. Равным образом, где только раздается человеческая речь, хотя бы то еще слишком бедная и грубая, там все-таки есть уже слово для названия Бога. Если мы проследим также историю человечества через весь ряд минувших столетий, то увидим, как вполне оправдываются следующие слова Цесарона, высказанные им еще за две тысячи лет до нашего времени. «Нет ни одного народа до такой степени грубого и дикого, чтобы не было в нем веры в Бога, хотя бы он и не знал его существа». С тех пор открыты и исследованы Америкой и Австралией, и в состав истории вошло бесчисленное множество новых народов, а его слова все так же остаются непоколебимыми, разве только еще более прежнего сделались несомненными и вполне очевидными. Таким образом, сколько историй насчитывает протекших столетий, столько и доказательств для этой истины. Только один истинный Бог может удовлетворить ум человека, ищущего виновника мира. Однажды, когда был уже вечер, и солнце начинало закатываться за окраины далекого горизонта, по берегу одного моря расхаживала высокая фигура какого-то человека с глубоко серьезным и озабоченным видом. Это был блаженный Августин. Его глаза выражали все его душевное волнение и беспокойство. Перед ним же во всем своем великолепии растилалось необъятное море с величественно вздымавшимися на нем волнами. «О море!» — скричал он наконец. «О природа! Не ты ли мой Бог? Не ты ли можешь дать мир такой душе моей?» Но волны бушевали, и как бы в ответ Августину говорили «Ищи того, кто выше нас! Ищи того, кто выше нас! Не мы, твой Бог, не мы! Золото и наслаждение, и вся природа — нет! Мы только его творение! Мы не можем дать сердцу твоему мира и покоя! Ищи своего Бога выше! Ищи выше!» Мало-помалу солнце закатилось за горизонт, и тысячи ярких звезд заблестели на безоблачном небе. Августин устремил глаза свои вверх на ту чудную красоту, которая во всем блеске сияла над его головой, и воскликнул «Да! Вы — звезды! Вы — мой Бог! Можете ли дать сердцу мир и покой?» Но в ответ Августину тогда же послышался следующий голос, как бы издаваемый чудной гармонией всего неисчислимого множества звезд. «Не мы, твой Бог, мы только Его творение! Никакая сотворенная красота не может дать мира и покоя твоему сердцу! Ищи Бога выше!» И он стал искать выше. Его умственный взор проник к тем бесплотным разумным духам, которые предстоят перед Богом, и он воскликнул «Вы — ли, великие духи, вы ли мой Бог? Можете ли вы дать моему сердцу мир и покой?» Но также и оттуда послышался ему тот же самый ответ «Не мы, твой Бог, мы только Его творение! Всякое духовное величие от Него происходит, и не мы можем дать мир и покой твоему сердцу!» «Ищи Бога выше!» «Ищи выше!» «Тогда душа Его возносится еще выше!» «Не только выше природы, но и выше всего духовного мира, выше всего вообще сотворенного!» «Прямо к престолу Божию!» «И теперь Он уже не спрашивает более ты ли, мой Бог!» «А преклоняется перед Ним с молитвой, и Его сердце становится спокойно, но встает полное безмятежие, подобное совершенному затишью на море после большой бури!» И Он говорит «Мое сердце было неспокойно, пока не успокоилось оно в тебе, только ты один дал моему сердцу мир и покой, потому что ты мой Бог, и в тебе мое вечное успокоение!» «Свидетельство святых отцов и учителей церкви о том, что человеку врожденно чувство веры в Бога!» «Вера в бытие Божие не есть что-либо, приобретенное усилиями людей. Она вовсе не зависит от их воли, а зависит от влитой в них некоторой божественной силы, где ее и родник, и откуда она и проистекает. И еще яснее и определенно не указывает назначение врожденного всем чувства или идеи божества в отношении их к вере в Бога, блаженный Иероним, называя присущее всем по натуре ведение Бога, семенем Божиим, и при том таким семенем, которое в натуральном виде заключает в себе ведение Бога. По мысли Иеронима, между врожденной нам идеей Бога и настоящим нашим знанием Его, а также и верой в бытие Его, такое отношение к коим же семеням и развивающимся из него растениям. Растение происходит не из чего-либо иного, как из своего семени, в котором оно всецело заключено, хотя в скрытом виде. Так и более или менее ясное определенное знание Бога и такая же вера в Его бытие проистекает не из чего-либо иного, как божественного семени, которое всаждено самим Богом в природу Духа Человеческого и в котором они изначально содержатся всецело и невредимо, хотя только в зачаточном своем состоянии. Другого, следовательно, источника для основания или основания для веры в Бога и бытие Его нет и быть не может, хотя при своем развитии из идеи Бога, конечно, она может зависеть от многих внешних условий, подобно тому, как и развитие растения и семени зависит от многих внешних влияний. Такого же мнения об основании и происхождении веры в бытие Божие был святой Иоанн Дамаскин, учивший, что в природе каждого самим Богом насаждено в ведение о бытии Божием. К познанию и точному разумению истины, говорит святой Афанасий, имеем нужду ни в ком другом, а только в себе самих. Путь к Богу не так далек от нас, как превыше всего сам Бог. Он не вне нас, но в нас самих, и начало Его может быть нами найдено, как и Моисей учил, говоря, «Глагол веры в сердце Твоем есть». Второзаконие 30, 14, Римлянам, 10, 8. «И Спаситель, давая разуметь и подтверждая то же самое, сказал, «Царствие Божие внутрь Вас есть». Внутришись в себя, имея веру и Царствие Божие, может вскоре узреть и уразуметь Царя Вселенной. Все мы вступили на путь сей, и всем он открыт. Да не отговариваются служащие идолам Эллины, и никто другой да не обольщает сам себя, будто бы нет у них такого пути. Все мы вступили на путь сей, и всем он открыт, хотя и не все им идут. А если кто спросит, что же это за путь, отвечаю, душа каждого, и в ней ум. Потому что одним умом, может быть, созерцаем и уразумеваем Бог, Мало того, имея душу, созданную по образу и подобию Божию, человек на основании свойств своей души, может заключать о своем Творце. «Если ты внемлежь в себе, говорит святой Василий Великий, то в себе самом, как бы в малом некоем мире, смотришь великую премудрость своего Создателя. Из бесплотности, находящейся в тебе души, уразумевай, что и Бог бесплотен. Знай, что Он не ограничен местом, потому что и твой Он не имеет особенного пребывания в каком-либо месте, находится же в месте по причине соединения с телом. «Веруй, что Бог невидим, познав собственную свою душу, потому что и она не постижима телесными очами, она не имеет ни света, ни вида, ни объемница какой-либо телесной чертою и узнается только по действиям». Способность души человеческой к образованию идеи о Боге, рассматривать существующее в нашем уме представление и понятие, чтобы открыть их первоначальный источник. Мы легко находим такой источник или в впечатлениях мира внешнего, или же в нас самих. Но среди этих понятий встречается одно, свойства которого таковы, что его нелегко вывести из известных нам источников познания. Это идея Бога, существа бесконечного и всесовершенного. Откуда бы могла воздикнуть в нас эта идея? Источник бы ее не могло быть ни воздействия на нас впечатлений мира внешнего, ни комбинация этих впечатлений при помощи воображения. Не может она также произойти и из внутреннего опыта, так как человек есть существо конечное и несовершенное, и нет в его духе ничего, что могло бы дать ему понятие о существе не всесовершенном и бесконечном. Но, может быть, я человек, что-нибудь больше, чем думаю о себе, и совершенство, которое я приписываю природе божества, находится во мне каким-нибудь образом, в возможности, хотя они не проявились еще и не обнаружили себя действиями. Действительно, я знаю по опыту, что мое сознание возрастает и совершается мало-помалу, и я не вижу ничего, что могло бы воспрепятствовать такому большему и большему его возрастанию, даже в бесконечность. Не вижу, почему бы, когда оно таким образом возрастет и усовершится, не мог бы я собственными средствами приобреть и все другие совершенства божеской природы, и почему бы возможность или сила, какую я имею для приобретения этих совершенств, не была бы достаточной для того, чтобы произвести в моем уме и их идею. А однако же, всматриваясь ближе, я нахожу, что этого быть не может. Правда, что мои познания приобретают с каждым днем новые степени совершенства, и что в моей природе гораздо больше заключается в возможности, чем сколько я имею в действительности. Но тем не менее, эти преимущества никоим образом не приближаются к идее божества, в которой ничего не встречается в возможности, но все есть в действительности и на самом деле. И не служит ли непровержимым и самым верным доказательством моего несовершенства в сознании моем даже то, что оно возрастает постепенно и что мои совершенства умножаются мало по малу. Далее. Хотя мои совершенства умножаются более и более, тем не менее, меня не оставляет сознание, что моя природа никогда не сделается бесконечной, потому что никогда не достигнет такой степени совершенства, чтобы не была способна приобретать еще высшее какое-либо совершенство. Но Бога я понимаю действительно бесконечным и в столь высокой степени, что Он ничего уже не может прибавить к высочайшему совершенству, каким обладает. Если же источником идеи о Боге не может быть ни внешний, ни внутренний опыт, то для объяснения ее происхождения в нас мы должны предположить соответствующее этой идее высочайшее существо, которое произвело ее. Таким образом, самое существование в нас идея о Боге доказывает его бытие. Приложение. Лучшее доказательство бытия Божия. Из опытных доказательств бытия Божия самое сильное есть сознание в себе действия Божия, когда человек ведет богоподобную жизнь. Кто живет благочестиво согласно воле Верховного Существа, тот через общение своего ума, сердца и воли с высочайшей истиной, святости, высочайшим благом Духа своего, непрестанно становится ближе, знакомее, так сказать, с Ним. А это сближение, это опытное взаимодействие с одной стороны, привлечение силы Божия, с другой подаяние ее, с одной стороны вопрос, другой ответ, с одной искание, с другой удовлетворение, это сближение с Богом сделает решительно невозможным всякое сомнение в бытии его. Как чувственный человек не может сомневаться в бытии воздуха, который он беспрестанно вдыхает и выдыхает, так и духовный человек не может усомниться в бытии Бога, когда из него почерпает жизнь свою, через непрестанное возвышение к Богу и оживление им, человек получает столько света, жизни, твердости во всех своих поступках, столько господства над собой, что он осязательно чувствует бытие подателя сих благ. Мое собственное бытие уничтожится, если отнять у меня веру в Бога. Далее. Кто непрестанно с возрастающей ясностью и вернее следует святому закону, тот час от часу становится в духе своем прямее, чистосердечнее, сильнее, в противодействии всем обощрением зла. И таким образом, чем далее, тем более преображается в живой и говорящий образ божества. Такой образ, по указанию самосознания, час от час и яснее, удобнее и вернее будет представлять первообраз, которому он подобен. Когда в человеке, руководящемся в жизни этим высочайшим началом, со дня на день прекраснее отражается божественное, как он усомнится в том, что выше его существует то, что отражается в нем, что он созерцает в себе. Непрестанно вознося дух свой выше всего тленного к неприходящему, он со дня на день более и более приучается ощущать покой и мир в неприходящем Боге. То есть час от часу не только делается лучшим в нравственных своих действиях, но еще на земле предвкушает вечную жизнь. Как же усомнить ему, что есть вечная жизнь и владыка сей жизни? Вечная жизнь имеет свое основание только в Боге. Итак, кто во временной жизни раскрывает в себе начатки жизни вечной, тот имеет в них залог внутреннего уверения в бытии совершителя вечной жизни. Кто так живет, тот получает со дня на день новое сообщение с силами Божиими и укрепляя сейми в верном употреблении принятых даров, становясь более и более богоподобным, видит от кого приходят к нему эти сообщения. Не относит их ни к самому себе, ни к другим каким-нибудь условным и конечным причинам, а удостоверяется, что Бог есть высочайшее благо, любящее сообщать себя. Для него открывается Бог необходимо, несомненно, существующим благом, как виновник истины и податель истинного познания, как высочайшая святость и правда. Податель святости и правды и моздовоздаятель святости и, наконец, как высочайшее блаженство и в себе самом и для всех сотворенных существ. Итак, наилучший путь к уверенности в бытии Божьей может заключаться в этих немногих словах. «Живи так, как бы жил перед очами Божьими, и ты не усомнишься, что есть Бог, саделая себя образом Божества, и ты будешь видеть в образе первообраз». Эти же доказательства бытия Божьей истинности христианской религии излагает другой мыслитель позднейшего времени следующим образом. «Если бы говорит он указывая на взятые мною в руку семена, я сказал, что вот это семена, и что из них происходят растения и плоды. Если бы кто-нибудь усомнился и не поверил мне в этом, то не осталось бы другого средства убедить его, как только посадить эти зерна в землю и наглядно показать то, в чем он сомневается. Точно так же нужно поступать и в отношении к вере. поглубже внедри в свою душу догмат и веры эти своего рода семена. Живи и носи их в своей душе. Пусть эти семена проникнут собой твою жизнь и все то, что ее наполняет и движет со всеми ее случайностями и превратностями, со всеми ее испытаниями, болезнями, печалями и воздыханиями, а та же и с ее надеждами и радостями. Сей своей жизнью, поддерживай, сохраняй в себе этот животворный зародыш и припоминай тот ответ, который дан тебе в нем на все твои нужды, на все твои сомнения и вопросы. Пусть имя христианского учения развивается в тебе при помощи невидимой всевозвращающей силы, и эта сила тем более будет тебя осенять, чем более душа твоя будет предана Богу. Поступай так, и ты увидишь, как произрастет семя, и как вполне справедлив Господь, когда Он сказал, что Слово Божие есть семя, и что если оно впадет на добрую землю, то взошедший принесет плод царицею, способность души человеческой к религиозному чувству. Религия во всех ее формах, а также и строй жизни, определяемой ею, коренится в особого рода специальной духовной деятельности, возникающей из самой природы человека, вне прямой зависимости от внешнего и опыта чувственного, наблюдения и исследования. Этот особый род деятельности, открывающий человеку прямо и непосредственно объект религии, божество, обыкновенно называется религиозным чувством, чувством божества, как своего рода чувство восприятия, религиозное чувство вместе с другими духовными деятельностями, является источником происхождения в человеке идеи всемогущей, всеобъемлющей, всесовершенной личности, единственной несравнимой идеей, составляющей субъективную основу религии. С чисто богословской точки зрения вопрос о существе и происхождении религии в человеческом роде решается, как известно, таким образом. Религия есть взаимообщение, союз, завет, личного всемогущего существа Бога, творца и промыслителя, с человеком, установленный самим Богом в непосредственном откровении. Решение это не есть только продукт веры, оно оправдывается строго научными исследованиями религиозной жизни человечества, и во всяком случае, при всех усилиях отрицательной критики доселе не опровергнута, и, конечно, не может быть опровергнута. Весьма распространенная в настоящее время и модная теория возникновения религиозного сознания и религии в человеке производит ее в духе эволюционизма, прямо из одухотворения и олицетворения природы внешней, в тесной связи с развивающейся параллельно с этим одухотворением и олицетворением веры в продолжение бытия и деятельности души человеческой по смерти тела. По этой теории человек, населивший природу невидимыми разумными деятелями и душами умерших людей, начинает испытывать постоянный страх перед этими созданиями своей фантазии, чувствуя себя в полной зависимости от них на каждом шагу своей жизни, и сознавая полное свое бессилие перед их незримыми действиями и влияниями. Этот страх, страх суеверный, самый сильный из всех форм страха, подавляющий умственную деятельность, возбуждающий фантазию, который еще более увеличивает мнимые опасности. Страх это заставляет человека трепетать и падать низ перед всеми предметами, в которых он предполагает присутствие воображаемых невидимых существ, заставляет его искать средства, узнавать их волю, намерение и желание путем разного рода гаданий. Затем следует усилие всеми способами задобрить его милости ведь эти таинственные существа, молитвами, подарками или жертвами и тому подобное. По отношению к ним человек в этом случае поступает точно так же, как по отношению к сильным и влиятельным людям, которых он боится. Таким образом, основой религии и исходным ее пунктом является с этой точки зрения в существе нелепый невежественный страх и чувство зависимости от невидимых разумных существ, окружающих человека и созданных его фантазией. Ее первоначальным выражением служит культ олицетворенных сил природы и душ умерших людей, состоящих из гаданий, прошений, молитв и жертв подарков. Все формы религии развиваются затем, поэтому воззрение естественно из этой первоначальной ее формы и основы. Причем весь религиозный процесс в человечестве направляется видимым образом к уменьшению в количестве и удалению от человека страшных существ, пока они не сольются в одно всемогущее существо невообразимое непредставимое которое удаляется от человека в бесконечности и мало по малу становится совсем лишним. Самый страх при этом ослабляется нейтрализуется и заменяется постепенно другими чувствами которые тоже постепенно должны потухать. Во всяком случае по этой теории несмотря на все осложнения и усовершенствования религия всегда остается в сущности тем же чем она была в начале то есть преклонением человека перед своими фикциями созданиями собственной фантазии самообманом и продуктом невежества человека незнанием действительных сил и основ бытия подлежащим рано или поздно полному уничтожению как не проста на первый взгляд и как не кажется согласной с фактами эта теория утверждающая что она опирается на прямых наблюдениях явлений религиозной жизни есть результат индуктивного их обобщения она вполне несостоятельна и поражает своей поверхностью всякого серьезного мыслителя она принимает за основу и причину совершенно несущественные внешние и побочные элементы религии и религиозного сознания грубое средство и способ первоначального ее обнаружения за причину ее главную и даже единственную ее индукции обобщения все без исключения неправильно и недоказательно опираются на простое перечисление при том сомнительных и мало исследованных фактов Спенсер из жизни современных дикарей они держатся в умах своих защитников только предвзятые признанные за несомненную произвольной мыслью что человек развился прямо из животного а потому и религия должна возникнуть из низших форм животного сознания страха и не может иметь каких-либо более глубоких основ свойственных духовной природе человека другие теории относительно существа и происхождения религии все почти односторонние и несостоятельны таковы например теория Канта отождествляющего религии с нравственной жизнью человека Гегеля признающего ее самосознанием абсолютного в форме представлений Шлеермахера видящего основу источник религии в чувстве зависимости от внешней силы Макса Мюллера полагающего в основу религиозного сознания идею всемогущей безличной силы и другое обращаясь к положительному разъяснению основ и происхождению религии мы должны прежде всего высказать положение которым точно определяется религия и выделяется из всех других сродных с ней явлений человеческой жизни именно положение что всякое без исключения религия есть в том или другом смысле сознание человеком присутствие в мире всемогущей личной силы то есть личного существа всемогущего и своей непосредственной связи и соотношения с ним с этим положением могут не согласиться весьма немногие так оно очевидно для всякого сколько-нибудь знакомого с явлениями религиозной жизни человечества дикарь благоговеет перед своим фетишем или идолом перед священным деревом или горою и молится им приносит жертву не потому что чувствует здесь присутствие непреодоленной таинственной силы могущее вообще вредить или приносить ему пользу а потому что признает здесь присутствие могущего все сделать лишнего существа то есть личности всемогущей хотя идея этой не может ясно определяться в его неразвитом уме а скорее смутно чувствуется обожание им всех предметов чем-нибудь поразивших его прямо свидетельствует о том что он чует эту силу разлитую повсюду о том что он не может не может быть он не может ему